12-я Красноярская музейная биеннале под названием «Мир и мир» стартует в музейном комплексе «Площадь мира» уже 5 октября. Специально для этой выставки художники из Австрии, Германии, Голландии, Украины и России посетили наши сёла и деревни и окунулись в настоящую сельскую жизнь. Впечатлившись русским бытом и, конечно, пейзажами, художники создали свои произведения, которые выполнены в разной технике. Здесь есть инсталляции, фото, видео, живопись и графика. Например, это инсталляция московского автора Бориса Матросова. Он презентует забор как неотъемлемую часть деревенского ландшафта. А это инсталляция сразу трёх австрийских художников из клуба «Фортуна». После поездки в село Ширяево им пришла идея сделать огромный леденец. И вот в течение трёх дней художники и волонтёры варят карамель, чтобы заполнить полотно. 120 килограммов сахара и более 70 литров сгущенки. Столько сладостей ушло, чтобы сделать эту семиметровую стену. По словам художников, гости выставки смогут не только посмотреть на неё, но даже попробовать на вкус. А здесь сейчас подготавливают инсталляцию русской художницы из Англии Александры Аникиной. После того, как она побывала на своей малой родине, у неё появилась идея перенести те самые деревенские поля в музей. Мы, как вы видите, у нас целое поле будет, мы деревню принесём в музей. Ну и вот, это наша идея. Эта выставка пробудет в краевой столице до 28 февраля. Однако самое интересное – презентации проектов, кинопоказы и встречи с художниками пройдут до 8 октября. Также 5 октября в Красноярске откроется ещё одна выставка. Она посвящена 30-летнему юбилею регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии Художеств. Мастера трёх регионов представят более 200 работ. Здесь найдётся, что посмотреть любителям живописи, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Если мы уже традиционно знакомы с творчеством наших соседей по нашему сибирскому региону, то на этой выставке можно будет увидеть работы совершенно других художников. Другая школа, другой цвет, другое какое-то мироощущение. На мой взгляд, эта выставка – такой показатель того, что Красноярск действительно является таким центром магнетизма. Выставка в музее на выставочном деловом центре Сибирь продлится до 25 октября. Третье крупное культурное мероприятие стартует 6 октября. Это второй фестиваль юного зрителя «Язык мира». Здесь детишкам и взрослым предложат сходить на литературные чтения, посмотреть кино, пройти мастер-классы и поучаствовать в театральной лаборатории. Одним из самых ожидаемых событий станет приезд Сергея Безрукова со спектаклем «Маленький принц». Также в краевую столицу приедут Санкт-Петербургский и Томский театры кукол. Тема сказки, она более широко представлена. Если мы в том году исследовали коренные народы Сибири и вообще те народы, которые проживают в Сибири, на каком языке родитель говорит со своим ребенком, языке сказок, языке мифов, легенд, сказаний, то в этом году мы расширили спектр. Сказка является составным компонентом, но это сказки в более широком их представлении. Ну и тот проект, который я очень люблю как родитель, потому что этот фестиваль для нас был очень важен. Он был инициирован театром юного зрителя. В прошлом году мы проводили его впервые. Это фестиваль юного зрителя «Язык мира». Разные площадки будут задействованы. И в этом году у нас и театр оперы и балета, и Красноярская краевая филармония также предоставляют свои площадки для масштабных спектаклей. В рамках трех крупных проектов жителям края представят лучшие образцы театрального и художественного искусства. И это стоит посмотреть. Валентина Береснева, Алексей Гусев. Новости.